Ну что же, всем привет, друзья! Сегодня последний день Нового Года, в офисе темно, никого нет, а я записываю для вас итоги. Ровно год назад в этой самой праздничной футболке я рассказывал вам о лучших 10 девайсах 2016 года. Сегодня та же самая футболка, это уже традиция, и сегодня 12 лучших, по моему мнению, игровых девайсов 2017. Только давайте договоримся, как всегда, это лично мое мнение, эти девайсы не обязательно самые-самые технологические лучшие, это просто то, что мне понравилось в этом году. Итак, девайсы идут не по порядку, я просто рандомно называю то, что мне понравилось, и один из первых будет Razer Василиск, мышка, которая мне очень зашла своей формой. Начинка у нее такая же, как у Razer Dazader Elite, и по сути, они вместе должны быть в этом списке. Но форма мне зашла именно у Василиска больше, поэтому в этом списке именно она. Следующий девайс, это тоже мышь Cougar Revenger. Чем понравилась эта мышка? То, что она прям вот четко и очень хорошо врывается в топ профессиональных девайсов. Она стоит по качеству, наравне с такими крутыми брендами, как тот же Razer SteelSeries, Rokot, Corsair и так далее. И поэтому вот за вот такой вот героический врыв, и за то, что эта мышка реально качественная, я поставил ее в свой список. Следующая клавиатура Corsair K63. Это одна из самых недорогих клавиатур у Corsair, потому что у Corsair обычно реально не дешевенькие клавы. Светится только красным, она компактная, она классно сделана. Она вот, мне все в ней понравилось, Руслан на ней до сих пор играет. И это реально очень и очень прикольная клавиатура. Она, по моему мнению, достойна быть в этом списке. И я не включаю сюда Corsair K95, а включаю именно K63 за вот такую вот ламповость. Ну и сразу же за ней в списке ее конкурент от HyperX L и FPS Pro. Эта клавиатура еще меньше, чем K63. Там стоят такие же свитчи, там похожие материалы, все похожее. И поэтому я тоже включил ее в список. Это очень маленькая ламповая компактная клавиатура. И она мне действительно нравится. Я сейчас ей пользуюсь, она классная. Следующий девайс это мышь Asus ROG Gladius. Мышка с формой дезадера, это, конечно, есть такое. Но у нее есть свои особенности. Например, подсветка по периметру, очень классная и очень яркая. Также есть то, что она легко разбирается и легко заменяются микрики. Это очень круто, это очень классная идея. Мне она очень нравится и поэтому эта мышка в моем топе. Следующие наушники HyperX Cloud Alpha. Это действительно те клауды, которые реально отличаются от всех остальных клаудов, которые были до этого. Эти наушники мне нравятся тем, что там поменяли микрофон, поменяли немножко дизайн. Они классно сделаны, в них хороший звук. И поэтому неудивительно, что они в моем топе. Мышка Rocket Compure Oval Eye. Это одна из моих любимых мышей за счет своей формы. Я очень рад, что ее сделали обновленной. То есть обновили микрики, обновили сенсор, а форму оставили той же. И это очень круто. Мышка удобная, мышка небольшая. И она мне реально нравится. Следующая механическая клавиатура на оптических свечах Aorus K9. Если видно, вот она светится прямо сзади меня. Не та, что ярче, а та, что чуть-чуть тусклее. Офигенные свечи, реально. Они просто не имеют аналогов. И мне они очень нравятся. Они быстрые. Они классно светятся. Они легко заменяются. Клавиатура не боится воды. Классно выглядит. Но это действительно что-то, что выделялось в этом году. И поэтому неудивительно, что в моем топе такая клавиатура. Не мог я обойти стороной клавиатуры от Razer. Новый Black Widow Chroma Tournament Edition V2. Настолько яркая и офигенная подсветка. Настолько классная и компактная форма. Оранжевые свечи. Все это в совокупности, конечно же, пропуск дает в мой топ. Это очень классная клава. Мне она понравилась. Те, кто кричат, что Razer говно, окей. SteelSeries Arctis 7. Наушники, которые в первую очередь попадают в мой топ за счет дизайна. Белые, смотрятся просто офигенно. И, ну, я люблю белую технику. Реально, это очень классно выглядит. И, кроме этого, они имеют неплохой звук. Они беспроводные. А я люблю в последнее время все беспроводное. Беспроводные наушники – это реально крутая тема. Поэтому, конечно же, эти наушники в моем топе. Если вы считаете, что они недостойны, это ваше право. Но мне они вот реально чем-то зацепили. И поэтому я говорю сейчас о них. Ну, еще одни беспроводные наушники, о которых я не мог не сказать – это Logitech G533. Строгие, легкие, удобные, долгоиграющие беспроводные наушники с классным микрофоном. Это Logitech. Тут даже говорить нечего. Ну и, конечно же, еще один продукт от Logitech. Это Logitech G102. Я считаю, что это лучшая бюджетная мышь года. По всем параметрам она превосходит своих конкурентов в этом ценовом сегменте. Эта мышка просто офигенная. А если учитывать, что она есть еще и в белом цвете… Ну, вы поняли. Это были 12 лучших, по моему мнению, девайсов 2017-го. Но не забывайте, что есть девайсы, которые немного не входят в этот топ. Например, рубрика «Провал года». Это, безусловно, один девайс. Вот прям вообще, который меня просто возмутил в 2017-м году. Вы уже, наверное, знаете SteelSeries Sensei 310. Я понимаю, что мне мог попасться просто неудачный экземпляр. Окей. Но есть Reddit. На Reddit и говорят то же самое. Если я не прав, пожалуйста, пришлите мне 10 одинаковых коробок. Я их все раскрою на видео прям сразу. Если там не будет такого гремящего, ужасного звука… Я был не прав, переснимаю видео, не вопрос. Ну и, наконец, я расскажу вам о том, что вышло в этом году, но мне не удалось это потестить. И я жду их в следующем году. Это такие девайсы, как Razer Siren X. Это микрофон для стримеров. Это наушники Logitech G433. Разноцветные классные наушники не только для игр, но и для того, чтобы можно было ходить в них по улице. Также это, конечно же, Logitech G703. Мышка, которая просто обалденная и может заряжаться от коврика. Это круто. Она такая же, как моя 403, только 703. И есть белая. Вы понимаете, да? Также вышла мышка Zowie EC2B. Я очень хочу ее потестить. Новый сенсор, но вы понимаете. Zowie это Zowie. И, конечно же, Razer Tiamat V2. На выставке мне они очень понравились. Жду их здесь. Ну что же, это было все самое лучшее, что было, по моему мнению, в 2017 году. Пишите, какие девайсы были самыми классными для вас. Спасибо, что весь этот год вы были с нами. Те, кто не подписаны, первый раз смотрит этот канал. Подписывайтесь. Обязательно будет очень много классных видео в следующем году. Этот бокал игрового шампанского за вас. Пока, друзья.